всем привет недавно я вам рассказывал про миниатюрный sdr qrp трансивер mc hf qrp так он называется я вам показал его основные особенности в том видео рассказал как он работает что это такое а в этот раз я хочу провести его испытания в полевых условиях сейчас я нахожусь в лесу здесь температура окружающей среды минус 6 градусов всего то есть зима конечно немножко прохладно но могло быть и минус 26 и тоже было бы нормально в минус 6 вообще можно сказать тепло посмотрим как этот трансивер будет себя вести при такой обстановке при немного отрицательной температуре снегопада как вы видите большого нет ветра сильного тоже нет антенна я сегодня буду использовать две первое это rcvl 80 трехдиапазонный траповой диполи от фирмы radial я вам про него уже рассказывал сейчас он меня как обычно поднят здесь на ветку дерева в лесу вот за это дерево крепится у него центральный узел метров 7 мм высота подъема центральной части ну а края естественно ниже закреплены где-то на высоте пару метров а вторая антенна это обычный диполь на диапазон 40 метров самодельный диполь который я много-много раз уже использовал много раз вам показывал он меня поднят вот за это вот дерево вот от него кабель rg58 идет к рабочему месту этот диполь естественно работает на одном диапазоне на 40 метров высота подъема центральной точки примерно метров 5-6 получилось немного ниже чем у первой антенны я думаю что это не важно все равно все связи у меня будут более-менее ближние кабели от обеих этих антенн приходит вот сюда к рабочему месту но если вы думаете что я буду переключать эти антенны с помощью коммутатора и подключать их по очереди к одной радиостанции то вы ошибаетесь каждая антенна сегодня будет подключена к своей радиостанции но радиостанции эти будут одинаковые обе вот такие вот mc hf qrp два экземпляра совершенно одинаковые к ним подключена каждая отдельная антенна к своей отдельной радиостанции без каких-либо коммутаторов единственное что к одной радиостанции антенна подключена через ксв метр но я думаю это неважно соответственно с одной радиостанции я смогу работать только на 40 метров вот с этой вот к ней подключена 40 метровая антенна а к этой подключена антенна радиаловская на 4080 она соответственно будет работать в двух диапазонах, ну даже можно сказать в трех, но двадцатки наверное я уже сегодня не успею поработать, уже темнеет, прохождение там закрывается в комментариях к видео, в котором я рассказываю о таком трансивере MCHFQRP встретилось несколько забавных сообщений, где люди говорят, что наверное это подделка наверное это какой-то китайский клон или еще что-то такое, я думаю, что большинство из тех, кто пишет такие комментарии они такой трансивер и в глаза не видели никогда только в моем видео или может быть в каких-то интернет-обсуждениях начитались трепа в интернете и сами точно так же треплются, поэтому чтобы их треп выглядел еще более абсурдно еще более глупо, я сегодня взял с собой два таких трансивера, оба они не подделки, оба они собраны из наборов, из комплектов платы, деталей, которые отправляет радиолюбитель M0NKA то есть автор этого проекта вот оба этих трансивера собраны из комплектов, которые отправляет этот радиолюбитель, собраны они были немного в разное время, но в принципе разница большой между ними нету в одном экземпляре вот эти регуляторы они имеют еще функцию кнопки то есть они могут нажиматься, в другом экземпляре они не нажимаются, но их функции этих кнопок дублируются вот здесь вот кнопочками резиновыми под этими регуляторами, как собственно и здесь то же самое, вот в принципе других отличий особо нет, ну и разные версии прошивки, но я думаю тоже это не важно не принципиально, по работе мы здесь даже не заметим то, что разные версии прошивки Юрий, здравствуйте, тоже негромко вас слышу 5657, Алексей в полевых условиях, 40 километров от Нижнего Новгорода, мощность 10-15 ватт, прием Да, понятно, понятно, прекрасно принимаю вас, я сейчас в полевых условиях трансивер MCHF QRP, это который М0НК микро СДР, трансивер такой антенна Диполь на этот диапазон прием Да, Алексей, рад слышать, первую связь проводим с вами здесь Петр, нахожусь недалеко от Перми смотрел все ваши походы, все ваши, это интересно конечно, раз встретиться Петр, нахожусь недалеко от Перми это 3 ТЛБ, владеете в КГ, прием ВА-9 ФКГР от 3 ТЛБ Петр, да, все принято очень-очень громко вас слышу сейчас нахожусь в лесу, в полевых условиях питание от батарейки, трансивер MCHF QRP, вот этот вот микро СДР трансивер, который я показывал недавно сейчас с него в лесу работаю, прием Ага, а что, это который 5-ти ватт да, последний там показывал, да, такой английский изобретатель это прием Да, 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 вот он самый, он самый Алексей, добрый день 5, 7, 5, 9, небольшие фитинги Владимир, поселок Маршал Жукова, прием Владимир, поселок Маршал Жукова, принято громко, уверенно, хорошо, принимаю сейчас работаю с трансивером MCHF QRP вот этот вот микро СДР трансивер нахожусь в лесу, в полевых условиях антенна Диполь если есть, минутка, я сейчас переключусь на другой трансивер, вы послушайте меня, пожалуйста прием Алло, здесь радио Анна 3, Тамара Леонид Борис, дроппайл, прием Алексей, частота ушла в сторону куда-то, и более слабый сигнал, где-то 5-5, рапорт, прием да, тут мощность у меня поменьше, частота ушла в сторону, надо будет откалибровать, да, видимо тут маленько съехала частота сигнал слабее, да, заметно слабее, прием Алексей, обратно переключайтесь, это не годится дело здесь радио Анна 3, Тамара Леонид Борис, прием да, Леонид, вот с этого смонка гораздо все лучше слышно, но все равно на FT-991A качество сигнала было лучше, Алексей, например да, это не FT был, это еще один такой же, у меня два здесь этих, два MC, HFQRP, два рядом они лежат только разные антенны к ним подключены, и, видимо, частота вот во втором экземпляре немножко съехала то ли от холода, то ли просто так, прием да, Алексей, ну тут кто-то цифры работает, начал, поэтому начал мешать Алексей, спасибо за QSO а если есть у вас минутка, послушайте, пожалуйста, я сейчас с другого трансивера, с другой антенны выйду, прием давайте послушаем здесь радио Анна 3, Тамара Леонид Борис, вот это другой экземпляр, другой трансивер, у него мощность немножко поменьше, прием да, принято, спасибо, это такой же, такой же трансивер, только у него мощность немного поменьше, запитал я эти два трансивера от двух раздельных аккумуляторов, то есть они вообще никак меж собой не связаны, отдельные источники питания, отдельные антенны, один трансивер запитан от 7А свинцового аккумулятора вот такой черненький маленький который используется очень во многих бесперебойных источниках питания а второй трансфер меня запитан от литий фермофосфатного аккумулятора про который я вам же рассказывал от меня в белой коробочке в белом корпусе он размещен я думаю что хватит меня на несколько часов сейчас здесь поработать этих аккумуляторов а больше что мне и не надо послушаем сейчас сигнальщик на трансфер эти по очереди вот на один экземпляр вот на другой экземпляр полосу поставлю одинаковую 2 и 7 немножко дребезжит динамик или корпус но в обоих экземплярах это как ни странно и и и и и и и под Киев. Да, да, оператор Дима Дмитрий, Дима Дмитрий, город Гукла, Ростовская область, на приеме. Европа уже проходит вовсю. Прохладно на одном месте сидеть, конечно, зимой без движений. Хорошо, что есть чай с собой. Да, Дмитрий, все принято, все принято, спасибо. Я сейчас работаю, мощность 15 ватт, 15 ватт, трансивер MCHFQRP, маленький SDR-трансивер, антенна, диполь этого диапазона, питание от батарейки, соответственно. Что у вас за аппаратура, мощность, прием? Да, Алексей, принято, принято, 5 ватт, трансивер MCHFQRP. Ну, здесь все по-серьезному. Здесь РФЦ450, ДРУДД, питание напрямую от аккумулятора, что у вас мощность, инвертор V на лодочке, на этот диапазон. Тут такая вот аппаратура на приеме, Алексей. Да, Дмитрий, все принято, принято. А если есть минутка, послушайте, пожалуйста, я сейчас переключусь на другой трансивер, на другой аппарат, прием. Да, да, конечно, Алексей, послушаю. Дмитрий, это Алексей, Ратрит ЛБ. Как сейчас меня принимаете? Вот мощность у меня поменьше, сейчас поменьше немножко. Но трансивер такой же точно, прием. Ратрит ЛБ, здесь РФЦ450. Алексей, намного хуже. Нам на минус два балла, и на уровне шумов. Чисто по интонации, понимаешь, что это вы на приеме. Принято, переключаюсь обратно. Да, да, снова взросление. Дмитрий, вот снова я переключился на первый аппарат. Как меня сейчас слышно, прием. Да, Алексей, ну, большая, большая разница. Этот трассив выигрывает, ну, с порядком выигрывает. Хорошая одуляция, хороший сигнал на этом трассиве. Так что могу это подтвердить на приеме. Все принято, принято, спасибо. Вот этот аппарат, он, в принципе, такой же. Они два одинаковых. Оба самодельных MC, HF, QRP. Вот эти вот SDR-трансиверы, которые продаются наборами, китами. Но просто во время сборки можно там немножко разные компоненты запаять. Разные транзисторы и так далее. Разные кольца ферритовые поставить в выходном каскаде. Поэтому немножко у них от экземпляра к экземпляру мощность меняется. Это два одинаковых трансивера сейчас было. Но два разных экземпляра просто. Одинакового трансивера приема. Раз три ТЛП, здесь R6 LGM. Да, Алексей, принято. Дают мне разную оценку уровня сигнала с этих двух трансиверов. Я думаю, дело в том, что мощность все-таки у них отличается. Вот у этого аппарата, что слева максимальная мощность на сороковке на 7 МГц, 15, 16, 17 Вт где-то получилось такой мощности добиться. Вот у этого экземпляра 10 Вт или даже чуть меньше. И больше не получается из него выжать. То есть все дело, конечно, в разнице деталей, в разнице компонентов, какие использованы транзисторы в выходном каскаде. Даже от экземпляров просто транзисторов зависит. Если их подбирать по максимальному коэффициенту усиления, то будет, наверное, можно добиться мощности. А если просто взять, запаять, какие достались, какие купил, такие и запаял, то будет вот такая вот разница большая. Просто два экземпляра разных выдают разную такую мощность. Послушаем еще по очереди на два этих трансивера. Вот правый экземпляр. Переключаю на левый экземпляр. Просто убавил, там громко здесь прибавил. В принципе, разницы большой нет. Одинаково слышно. Полосы пропускания сейчас одинаковые включены на этих двух трансиверах. Сейчас на одновременно два даже слушаю. Оставил дома включенный трансивер FT-897 в режиме маяка. И он несколько раз в минуту передает вот такое вот сообщение из трех буквок Р. На 40-метровом диапазоне с домашней антенны у меня передает маленькой мощностью. Ватт-5, по-моему, там минимальная мощность в FT-897. Интересно посмотреть ближние прохождения. Сейчас от этой точки до моего дома, где остался этот FT-897, удаление примерно 43-45 километров. То есть рассчитывать на то, что вот этот сигнал я сейчас слышу поверхностной волной не приходится. Скорее всего, это все-таки какое-то сегодня есть ближнее прохождение на 7 МГц. И вот на 40-45 километров удается принять сигнал этого маячка. Плавает сильный уровень. Не первый раз я уже так делаю, не первый раз оставляю трансивер в режиме маяка. Но далеко не всегда его слышно на таком удалении 40 километров, потому что чаще всего ближнего прохода просто нет. Радио «Анна-3», Тамара, Леонид, Борис. Радио «Анна-3», Тамара, Леонид, Борис. Добрый вечер, FT-9, Никита, Санкт-Петербург. Да, Никита, приветствую. А мы, по-моему, на Сороковке только что слышались, да, прием? Да, да, на Сороковке работали, работали на Сороковке, но сейчас вот спецпозывным. Так что такие дела. Громко достаточно, до 5-9 слышно время. Да, Никит, принято. Я по-позывному не понял сначала, по голосу потом догадался. 5-9, 5-9 здесь принимаю на восьмидесятки. Спасибо, вопросов нет, пока. 10 ватт, 10 ватт, MC, HF, QRP, тот же самый аппарат. Один из этих двух, что у меня тут с собой сегодня прием. Прогулялся по диапазону 80 метровому, вот на втором экземпляре, к которому подключена антенна радиаловская РЦВЛ-80, она же на восьмидесятке работает. Прогулялся по диапазону, смотрю, станция спецпозывным, необычным, работает на общий вызов, думаю, дай-ка сработаю. Сработало, оказался тот же самый корреспондент Никита, с которым мы только что на 775 на сороковке работали, только он был своим личным позывным. Вот такой забавный момент приключился. Послушаю разные частоты в нелюбительских диапазонах. Есть транссивер, антенна, почему бы не понаблюдать, не послушать, что там есть еще в эфире. Вот 3 МГц тут. Кто-то уже работает, уже прохождение вовсю там на НЧЕ. Вон в амплитудной модуляции там, вон какой сигнал жирный, радиохулиганы там проходят. В амплитудной модуляции тоже полоса регулируется удобно. Там и Туапсе, и все южное побережье, как говорится, Черного Крыма, там все это. И вот, и Черного моря. Ладно, порог, все, там было. 2.130 послушаем в частотной модуляции на этот аппарат. Полоса в ЧМ здесь не плавно регулируется, как в однополосной, а переключается несколько фиксированных значений. Здесь 6 кГц, 3, 6, 5, 3 значения всего. Но я так понимаю, здесь написано значение ошибочно, неправильно здесь сделано в программе. То есть значение написано не ширины полосы, а половина полосы написана. То есть девиация, грубо говоря, будет вот такая вот, 6 или 5 кГц, здесь сколько включено. То есть полоса будет в два раза шире. Непонятно, в каких единицах, в общем, это пишется. На самом деле полоса измеряется от края до края. Полосы пропускания АЧХ, то есть от верхней границы до нижней или наоборот. А здесь полоса указана от центра до одного из краев, то есть 5 кГц. Здесь имеется в виду 10 кГц полоса, когда написано 5. Такая вот ошибка. Но, видимо, это не ошибка, а это просто сознательно в программе так сделано. Автор почему-то считает половину от полосы только. Непосредственно рядом со мной тут вроде нет никакой станции железнодорожной, чтобы на 2-130 громко что-то слышать. Поэтому все, что слышно, откуда-то издалека приходит все это. И, соответственно, каша, одновременно много таких сигналов. Выделить какую-то речь человеческую сложно. Редко бывает разборчиво что-то слышно сейчас. Удобно так с помощью двух одинаковых радиостанций независимых с раздельными антеннами послушать эфир. Можно оставаться на приеме на дежурном. Вот на вызывной частоте вдруг кто-то вызовет. Даже можно не слушать ее, а поглядывать сюда вот на водопад. Если будет видно там сигнальчики речевые какие-то, то прибавить громкость. А на другой станции в это время помониторить эфир, послушать, что вообще есть. Послушал эфир, провел несколько связей на 40 на 80 метровом диапазоне. С помощью этих трансиверов, МС, ЭЧ, ФК, РП. Достаточно удобно это делать, удобно им пользоваться в полевых условиях. Маленькие компактные аппараты. Хотелось бы только мощность немножко побольше. Тем более она так различается. У одного аппарата на сороковке 15-16 ватт, у другого 9-10. И уже это заметно, уже различают корреспонденты. Такую разницу в мощности говорят, что на этот аппарат похуже слышно. В общем удобно, комфортно пользоваться таким аппаратом в полевых условиях. Первое, что мне не понравилось, минус какой. Все-таки звук у него достаточно тихий. И динамик маленький, низов мало. Ну и просто он хрипит. И это проявляется в обоих экземплярах у меня здесь представленных. То есть если громкость немножко побольше делаешь, то он начинает дребезжать, хрипеть что-то там. Не знаю, динамика эта дребезжит или в корпусе что-то резонирует. Не важно. В общем это мне не очень понравилось. Это первое. Второе, ну конечно хотелось бы все-таки разъемы более надежные для полей. Потому что вот эти все три с половиной миллиметра разъемчики, это все очень ненадежно. Ну в общем, трансивер отработал нормально. Два экземпляра отработали прекрасно при отрицательной температуре. Днем, когда я сюда приехал в обед, было минус шесть. Сейчас к вечеру наверное еще похолодало, я так думаю. Прекрасно они работают, никаких проблем я не заметил. Ни экран не тормозит, ничего. Ни ручки, ни кнопки никакие не перестают работать. Тем более, ни электроника не перестает работать. Все принимает, передает нормальные проблемы. Никаких я не заметил. Так что итог такой, что в общем можно пользоваться такими трансиверами в полях. Еще раз повторюсь, это не подделки, никакие не клоны, не купленные на алиэкспресс. Трансиверы, как некоторые товарищи подозревают. А эти трансиверы были приобретены в виде наборов у автора проекта М0НК. Этот свой сегодняшний выход в поля, испытание трансивера MCHFQRP я заканчиваю. Было интересно проверить его работу в полях. Он эту проверку прошел. Надеюсь, в будущем удастся проверить еще и в других обстоятельствах. Например, летом в теплую погоду. Потому что сегодня все-таки было достаточно некомфортно, достаточно прохладно мне. На одном месте без движения сидеть. И многие вещи, многие какие-то возможности этого трансивера я, конечно, не успел сегодня проверить. Хочется еще на других диапазонах поработать. И на двадцатке, и, может быть, выше на 28 МГц. Хотя, конечно, там у него мощность значительно уже снижается. В верхней части КВ диапазона. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире с разных трансиверов. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok